Растой лайф, капец как же танки поменялись, я конечно ничего не верну и вы не вернете, но жаль что ушла эпоха зеленых серых танчиков. Настала эпоха гейского фортнайта? Что? Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня вместе с вами займемся кое-чем интересным, а именно, друзья, не просмотром видеоблога, а будем читать комментарии, которые оставляют ребята как раз таки под видеоблогом. Пообсуждаем, возможно поделимся своим впечатлением по поводу того, что же ребята пишут. Если же вам тема зайдет, если будет хорошая активность, а вы не забывайте пальчиком вверх однозначно поддержать, если интересно, чтобы мы возможно продолжили еще что-нибудь записали подобного характера. Ну и также, если вы впервые на канале, подписывайтесь, друзья, и прожимайте колокольчики, я думаю, что можно попробовать еще раз. Так вот, ну я как бы с чего начинал, с того, что я как бы смотрел видеоблогик и решил просто забежать в комментарии, что же ребята об этом всем думают. То есть у нас как раз таки последний видеоблог, который был 4 ноября. Ну и давайте, наверное, почитаем комментарии тех самых ребят, которые играют наши танчики. Глеб Шкурат, я честно не знаю, возможно где-то в фамилиях, либо в имени буду ошибаться, я думаю, что это не принципиально. Нам интересно все же комментарии, что же ребята пишут под видеоблогом. Пишут, что фиксируйте Скорпиончик, нереально играть. Это, наверное, связано с тем, что у нас во время сводки Скорпиона, особенно когда их много на карте, возможно проседает фпс. Как я помню, вроде разработчики это фиксили и меняли уже механику, ту же самую трассировку. Я, честно, не знаю, как эта механика называется, но что-то такое было. По крайней мере, я, честно, в своем случае не сталкиваюсь с такими проблемами, что когда Скорпиончик, возможно, сводится и не один, что что-то подобное может происходить. Возможно, в комментариях, друзья, напишите. Как раз таки мне тоже интересно узнать ваше мнение, почему? Потому что ребята пишут, наверное, все же есть проблема. Напишите тоже, есть ли у вас подобные ситуации, лагает или не лагает из-за этого всего. Дальше пишут КТ3201. КТ3201, ахаха, классно. Наверное, что-то по поводу той же экипировки дронов, да? Без которых как раз таки вам сейчас не поиграть без расходника. Возможно. А возможно, что-то и к чему-то другому. Возможно, к предыдущему комментарию. Возможно, к чему-то совсем для нас непонятному. Дальше идет Александр. Это когда-то я был расплойщиком по игре с каналом на 30к. Нифига себе. Когда-то видеоблоги собирали сотни тысяч просмотров за неделю. Такое было. Когда-то было очень клево. Ну, времена как бы меняются. К сожалению, да, мы как бы взрослеем. На самом деле, как бы, как говорится, раньше было круче, да? Поэтому Александра, честно, друзья, не знаю. Возможно, вы знаете Александра, который снимал танчики ранее. У которого 30 тысяч подписчиков. Нифига себе. Дальше у нас идет ростой лайф, друзья. Капец, как же танки поменялись. Я, конечно, ничего не верну. И вы не вернете. Но жаль, что ушла эпоха зеленых серых танчиков. Настала эпоха гейского Фортнайта. Чего? Не знаю, друзья. Фортнайта, я знаю, что это за игра. Но почему именно подобное сравнение, пока что для меня, к сожалению, непонятно. Осуждаю. Дальше идем, друзья, вместе с вами Александр Павлюк на кнопку выхода. Хм. На кнопку выхода. Ну, возможно, решил из танчика выйти, поэтому на кнопку выхода. Добавьте режим классиков, где их нету, этих новых пушек, дронов и так далее. Кстати, такой режим в нашей игре есть. И называется как раз таки классика, вроде, если не ошибаюсь. Мы вместе с вами переместимся в пробитвы. Матчмейкинг, к сожалению, пока что подобного формата нет. У нас есть классика. Возможно, об этом ребята и не знали. Классика, в которую как раз таки никто не играет. Самое интересное. То есть, вроде как добавили разработчики для наших ребят, которые подобные, возможно, комментарии пишут. Возможно, конечно, все же хочется матчмейкинги что-то подобное видеть. Но да ладно. Сам Вэлл пишет. Здравствуйте, дорогие разработчики. Вот это должен быть неплохой комментарий. Я рядовой игрок мобильных танков. И у меня начала шагать игра. Хммм, шагать игра, друзья. Интересно. Но да ладно. Возможно, лагать игра начала. Может быть, ребята ошиблись. Опечатка. Играл на старом смартфоне, а потом купил новый. Сначала нормально игралось. Но спустя не какое-то время играл дико лагать. Лагает так, что пропадает желание играть в игру. Если что, то у меня телефон серии Xiaomi. Лаги бывают только в матчмейкинге. А в режимах, которые вы добавляете по окончании недели, все нормально. Прошу вас исправить. Если это баг, а если нет, прошу написать, что мне делать. С интернетом тоже все в порядке. С уважением. Ваш танкист. Вот это я честно понимаю. Сам Вэлла огромнейший привет, если, конечно, смотрит наш видеоролик. Вот это я понимаю отношения игроков, которые реально хотят, возможно, чтобы разработчики постарались это все исправить. И как бы самому игроку будет приятнее играть. И разработчики поймут, в чем же проблемы. И постараются, конечно же, исправить. И, в принципе, тут подробно описано, что телефон серии Xiaomi. Раньше не лагал, а теперь раньше лагать. Возможно, это как-то связано с звуком вулкана, который с недавних пор стал вроде бы как интереснее. Возможно, он встречал как раз таких ребят, которые играют на пушке вулкана, которые как раз очень часто мы слышим те самые выстрелы. Пульки, которые летят, и, возможно, не нагружать как-то телефон. Может быть, связан с Скорпионом. Я, честно, не играю сейчас в мобильной версии, поэтому, возможно, подскажете сам Вэллу, как с этой ситуацией ему бороться. Может быть, наши разработчики что-то уже в скором времени придумают. Как насчет идеи о закрытии проекта как мертвой игры? Онлайн упал до предела, хватит жрать кал и кормить всех остальных. Кстати, ну, мне кажется, до закрытия танков пока что далековато, хоть онлайн из, конечно, уже не то. Да, как раньше, как вы помните, друзья, были там онлайны, наверное, в танчиках и где-то ближе к сотне. Не помню, в каком году, но это давненько, прям было максимально давненько. И это, кажется, даже после Ребланса было. То есть, до Ребланса даже такого онлайна не было. То есть, Ребланс частично как-то возобновил, возможно, интерес к игре, к прокачке новых вооружений. Какое-то разнообразие было, линейка была, которая построена была на одинаковых плане мощности пушек. То есть, не было такого, что ты играешь на жиге, которая на начальных званиях, в принципе, неплохо, а на больших званиях отнес смысла никакого не имеется. По поводу этой темы, на самом деле, можно много чего говорить. По поводу онлайна, по поводу наших изменений в игре. Тем более, не забываем, что ребята, которые играют в танчики, они взрослеют. Появляется возможность семья, какие-то важные моменты в жизни, которые не позволяют уже продолжать играть в танки. Также некоторые изменения, которые неприятны игрокам. Ну и, в целом, возможно, играть в одну и ту же игру на протяжении большого количества времени. Хотя игра, как бы, сильно меняется, она не совсем та самая, в которую мы начинали играть. Но все же, как бы, эту тему, наверное, нужно раскрывать, возможно, даже в отдельном видеоролике. Плюс, если разработчики, наверное, не видели бы перспектив в этом проекте частичных. К тому же, разработчики не, как бы, за бесплатно работают. Наших танков, как ни странно, да, как бы, разработчики должны получать какой-то определенный доход. Насколько он велик, либо мало, это, конечно, мы только можем лишь вместе с вами догадаться. Поэтому, если захотите, возможно, даже запишем какой-нибудь отдельный видеоролик на подобную тему. Да, почему же танки до сих пор не закрылись. Но самое интересное, что лишь два лайка. То есть, на этом комментарии довольно мало лайков. Наверное, мало кто оценил этот комментарий. Возможно, он и его товарищ. Возможно, кто-то из тех ребят, которые также читали комментарии, поддержали парня, но и все. К сожалению. Давайте, наверное, может быть, перейдем вместе с вами, друзья, сначала популярный. Потому что тут, как раз-таки, наверное, самые такие больные темы нашего проектика. Либо же игроков, да. Потому что тут пока что я такого прям ничего интересного для себя не увидел. Да просто высвечивайте табличку «Дерон экипирован». Это, кстати, один из первых комментариев, которые больше всего залайкали ребята. Вы, кстати, друзья, напишите, возможно, в следующем ролике, если мы будем записывать, мне стоит вот так вот прям увеличить комменты, потому что что-то я до этого сразу не догадался. Возможно, вам даже и плохо видно было по началу нашего видеоролика. Ну, ладно. Надеюсь, что, в принципе, моя озвучка достаточно для того, чтобы разобраться, что же происходит. По поводу «Дерона экипирована» это, наверное, как раз-таки про ту обнову, там, где ребята не до конца догадываются, а для чего дрон в нашей игре. «Дай-ка буду играть без дронов, как раньше в старые добрые времена». Да, то есть, как раз-таки сейчас дрон очень сильно меняет вашу механику тех же припасов, поэтому многие об этом и не зная, просто могут играть дальше и без них. 7 лет не играл в «Танки», очень все изменилось. До неузнаваемости. Аж хочется заплакать, сколько времени я терял, играя в нее. Ну, раньше, конечно, про битвы были, да, которые, возможно, многие вспомнят. Когда ты играл по, ну, несколько часов однозначно, потому что раньше битвы меньше часа, это как бы не битва считалось. Раньше многие ребята даже играли по 10 часов, по 12. Но вы должны понимать, что раньше, как бы, мы были ребята маленькие, беззаботные, в которых не было особых забот, которые могли себе просто позволить весь день сутками играть в «Танчики». Ну, кроме, наверное, школы, да, на которую также некоторые, возможно, любили прогуливать ради танков, ради каких-то «Вентов», напишите в комментариях. Ну, а сейчас, как раз-таки, тот матчпейтинг, который не дает вам возможности поиграть долго. То есть, да, конечно, можно сыграть несколько сотен битв за день, но при этом это не совсем то, как раз-таки, что было ранее. То есть, раньше, конечно, еще и была, возможно, какая-то цель прокачать аккаунт, до чего-то дойти, в моем случае уже, как бы, до всего, чего угодно практически дойдено. Ладно, дальше идем, друзья. Эх, если бы разработчики слушали своих игроков, их было бы намного больше. И онлайн был бы больше. Но частично где-то, возможно, в каких-то моментах все же к игрокам нужно прислушиваться, потому что есть какие-то аспекты, которые реально игрокам, возможно, не сильно нравятся. Да и, по словам, разработчикам, мне кажется, это может быть не тяжело исправить, либо вернуть обратно, в случае, если, конечно, об этом многие говорят. Уменьшите количество донатов, и игра станет, как раньше, хорошей. Ну, кстати, по поводу доната, частично все же донат, конечно, дает возможность ускорить процесс в плане прокачки, но, если вы помните, друзья, у нас есть аккаунт без дна, на котором я все же за год играю, просто проходя ежедневные миссии, то есть я, как бы, не уделял аккаунту практически никакого времени, разве что быстренько прокачался, за счет того, что интерес был до легенды прокачаться как можно быстрее, в случае наших видеороликов и интересного контентика. Ну, а дальше просто ежедневная миссия проходила, и, в целом, за год у меня и тот же кризис есть, и броненосец, и чуть ли там не прокачанный флорезист, и плюс несколько вооружений, корпусов, дронов и так далее. То есть, на самом деле, тут, как бы, донат решает в том плане, что ты можешь какой-то определенно получить скин, да, возможно, ускорить, конечно, как я ранее говорил, процесс прокачки, то есть, конечно, донатчикам это все позволяет вам делать, но, если ты хороший игрок, если ты разобрался в игре, и, в принципе, смотришь некоторых ребят, которые в этом еще разбираются, которые могут что-то тебе посоветовать толково, и, в принципе, подсказать и посоветовать, я думаю, что проблем в этом никаких не должно быть. Ранее я помню, что очень много было тех же самых донатов, да, когда ты мог купить комплект на маленьком звании, и уже быть гораздо круче, чем тот парень, который не пользуется расходниками, потому что раньше доступ к расходникам было это, как сейчас, наверное, доступ к кризису и к стенам на уровне примерно, да, то есть ты прям в редких случаях мог им воспользоваться, и то, если вдруг какая-нибудь прям принципиальная битва, и ты не хотел бы ее проигрывать, почему? Потому что играешь уже там часов 10. Ну и плюс комплект, как я ранее тоже говорил, комплекты, которые вам позволяли получить раньше краску, возможно, выгоднее, может быть, ту же модификацию пушки корпуса, которая недоступна ребятам с твоим званием. То есть раньше, мне кажется, донат не сильно отличался, просто, может быть, вариаций доната было меньше, но импакт доната был такой же, как сейчас, ты также мог доминировать над противником. Но все те игроки, которые раньше играли без над, они также могли спокойно, возможно, собирать кристаллики и достигать тех самых успехов, которые достигают те же донатеры, но просто не так, возможно, быстро. Приятно видеть визуальные изменения, это пишет Танкер123. Я думаю, что, друзья, наверное, потихонечку будем завершать, это как бы пробный видеоролик, в котором я решил вот так вот вместе с вами поделиться своими возможными впечатлениями об этих комментариях. Можем, конечно, последний затронуть комментарии. Здравствуйте, разработчики! Новый Хатт выглядит интересно и красиво, хотелось бы больше видеть видеоблоги и вставок, видимо, с другими участниками разработки тачков. Хатт это, видимо, как раз-таки то самое изменение интерфейса, которое в скором времени в нашей игре может появиться. Поэтому такие дела, друзья, если вам подобная тема интересна, если бы хотели, чтобы мы вместе с вами еще, возможно, подобные ролики вместе с вами записали, вернулись к подобной теме, то не забывайте однозначно видеоролики поддерживать пальчиком вверх. Я уже посмотрю на вашу активность, если вижу, что в этом интерес какой-то имеется, то в скором времени, возможно, что-то подобное запишем. Вы напишите, кстати, где смотреть комментарии, возможно, поделитесь блогичком, который ранее был, возможно, где-то еще есть наши комментарии в танках, возможно, в тех же соцсетях, да, вконтакте, где-то еще тоже будет интересненько об этом от вас узнать. Ну и в целом, друзья, поделитесь также своими комментариями по поводу того, что мы сегодня прочли, возможно, вы не совсем согласны в некоторых моментах со мной, поэтому однозначно будет интересно узнать ваше также мнение. Ну а с вами был Immortal Hero, всем желаю хорошего дня, ну и до скорых встреч.